Без диалектики, как подчеркивал Ленин, невозможно устоять под натиском реакции и лжи. Поэтому мы все должны стать кружком любителей гегелевской диалектики. И опираясь на изучение истории, включая историю естествознания и техники, и историю общественного развития, материалистически истолковывать диалектику Гегеля и использовать ее как могучий метод в борьбе за общественный прогресс. Михаил Васильевич Попов Здравствуйте, товарищи! Начинаем очередное занятие. Некоторые говорят заседание, но я думаю, что слово «заседание» не подходит. Занятие кружка любителей гегелевской диалектики. Мы ведем свои занятия уже на фоне того, что прошло более ста занятий. Особо я отмечаю занятия, которые у Татьяны Валерьевны там проходили в спецпомещении на другом конце города. Были занятия в свое время на дому у наших товарищей в самом начале, в том числе у товарища Федотова. И тогда нам давали по тарелке борща. Потому что это было учение о бытии, а от бытии мы уже ушли. Тут уже не дождешься этого. Но во всяком случае у нас есть уже большой накопленный опыт. Накопленный опыт и проведения занятий, и отношение к тому, как надо к ним готовиться, и как вообще двигаться вперед. Кроме того, когда идет движение вглубь, тогда начинается движение и вширь. Потому что вот если вы зайдете на сайт Академии смыслов Лоббио, где разные интересные материалы, в том числе обсуждение 45 томов полного собрания сочинений Ленина, обсуждение сочинений Сталина. Вот мы уже записали обсуждение 13 тома, а вот теперь в эту пятницу будем обсуждение 14 тома сочинений Сталина. Ну вот откликаются товарищи там и полторы тысячи, и девять тысячи, и больше. Ну вот что касается краткого курса науки логики, который я читал, и который представляет собой 4 часа 40 минут, ну народ немножко посмеивается насчет краткости 4 часа 40 минут, но в общей сложности посмотрело 175 тысяч человек. То есть если, скажем, наш кружок раньше был, ну кружок тех, которым что-то надо, так сказать, не похожих на других, то сейчас мы оказались в центре большой массы людей, ну 175 тысяч, это большая масса, которые изучают науку логики. И я, кстати, вот сейчас, поскольку меня задачал Валерий Александрович, завтра у нас зачет по началу, по бытию, и я вижу, что уровень подготовки, конечно, очень высокий. То есть это совершенно ясно, люди не ограничиваются тем, что они послушали лекции здесь и побывали на семинарах. Нет, они это изучают, потому что это вывешено и там, и там, и там можно прочитать, и здесь можно это обсудить и так далее. Вот. И мы с вами выработали подход, который нужен для того, чтобы уверенно двигаться вперед. Это метод, ну который нам порекомендовал Валерий Ильич Ленин. Я, говорит, как изучаю Гегеля, пишет Ленин, я его стараюсь штудировать. Что такое штудировать? Ну, есть такой лозунг на немецком – штудирован, пропагандирован, организирован. Изучать, пропагандировать, организовывать. Ну вот, а штудирование – это что такое? Это изучение. И даже по-русски есть уже слово такое – штудирование. Ну какое изучение? Не такое, что я прочитал, что понял, что не понял, пошел дальше. Так можно изучать язык, так дети изучают язык. Они же не повторяют 10 раз, они слушают, разговаривают, что-то говорят, все смеются, как они говорят. А потом они все лучше, лучше говорят, и постепенно они его осваивают. Поэтому это называется метод погружения. Когда это взрослый делает, он начинает покупать книжки на соответствующем языке, покупает какие-то фильмы, начинает смотреть, ничего не понимает и смотрит. Журналы, комиксы. И вдруг смотрит, он все больше, больше, больше начинает понимать. Это, так сказать, метод погружения. А мы какой метод используем, какую Ленин советовал? Метод штудирования. Это что значит? Возвращаться к прочитанному. Внимательно снова читать, обсуждать. И, так сказать, постепенно мы ликвидируем те белые пятна, которые у нас по дороге, конечно, в той или иной степени есть. Постепенно. Иногда движение вперед позволяет лучше понять то, что было раньше. Ну, а то, что было раньше, совершенно ясно, что оно основа для того, чтобы продвигаться вперед. Поэтому не так просто, это вот читаем, 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 читаем. Вот у вас есть свободное время, как говорится, да? И вам хочется что-то почитать? Ну, возьмите науку-логику и почитайте. Снова. Какие места? А любые. Ну, а желательно, скажем, вот если мы остановились на пункте осуждения понятия, мы же его прошли, можно сказать, один раз. Пройдите второй. А может быть, третий. Я хочу сказать, что, ну, я вот нахожусь в положении руководителя кружка, но думаю, что я действую, как вот можно было бы изобразить нерадивого ученика. Потому что, ну, раз прочитал, не понял. Два прочитал, ну, что-то понял. Три прочитал, но под гнетом того, что надо не только читать, но еще и рассказывать об этом, тем, кто придет на кружок и будет слушать, ну, иногда и четвертый раз приходится читать. И, по крайней мере, ну, тот, кто читал и читает науку логики, знает, что при каждом чтении вы вдруг обнаружите то, что вот прямо буквально написано, а вы на это не обращали внимания. Потому что, видимо, наш мозг не сразу это вот схватывает, не сразу захватывает то, что надо. Не все понятно. То есть надо свыкнуться этим. А почему не все понятно? А потому что все время идем к новому материалу. Причем я вот честно вам докладываю, как человек, который неоднократно прочитал, многократно прочитал науку логики с начала до конца, что вот мы сейчас находимся в самом трудном месте. Поэтому тем более здесь, тут не столько надо бежать вперед, сколько основательно подходить к этому и пытаться усвоить то, что было. Потому что сначала так вот красиво рассказывает Гегель, какое важное понятие, вот в самом начале он говорит, такое бывает, вот С, суждение необходимости, отрицательное суждение, положительное суждение, суждение наличного бытия. Это суждение наличного бытия любое может быть. Может так, может так, никакой истинности они в себе не содержат. То есть на самом деле, когда мы его проходим, мы убеждаемся в том, что каждый, что это может высказать. На столе лежит микрофон. Ну, не нравится вам такой высказан. Ну, скажите, на столе не лежит микрофон. Он же не лежит, он же не человек. Значит, надо сказать, что его положили на него. А что, значит, положили? Их много было или один? Ну, один положил. А кто положил? Ну, и так далее. Можно долго на эту тему обсуждать. И все это, на самом деле, не имеет особо серьезного значения. И вот мы идем от суждения к суждению. Для нас-то это ведь тема, вот тема суждения на наличном бытие. И выяснили, что там ничего-то особенного нет. Единичное есть всеобщее, и всеобщее есть единичное. Ну, и что там быть? Какое особенно там обсуждать? Отрицательное суждение, когда мы что-нибудь отрицаем. Единичное есть, ближайшим образом, нечто особенное. Потому что, когда мы что-то отрицаем, никогда все мы не отрицаем. Что-то в этом, то, что мы рассматриваем, отрицаем, то нет. Суждение рефлексии, когда мы говорим об одном, а в то же время, так сказать, отцвет идет от другого понятия. Это всегда знают другим понятием. Когда в суждении рефлексии, собственно говоря, впервые имеются некоторые определенные содержания. Вот посмотрите, как интересно. Вот дошли до буквы В. Вот я начал про суждение. Дошли до буквы В на странице 65. И написано, в суждении рефлексии, собственно говоря, впервые имеются некоторые определенные содержания. То есть некоторые содержания вообще, а мы до этого так мучились, всё разбирали, предшествующие суждения, то есть они, суждения так и можно высказывать, в которых особенного содержания-то и нет. Поэтому мы знаем, что может человек выступать, часами говорить с бессодержательной речью. И он будет употреблять вот все эти самые суждения, которые вот до этого места идут. И только в суждении и рефлексии вот тут впервые самособирание воедино многообразных свойств существования проявляется. И вот тут идёт сингулярное суждение, партикулярное суждение, мы рассматривали универсальное суждение, а не просто суммирование существующих особо единичных, она есть некоторая общность. И вот тогда мы приходим уже к методу или правилу. И уже вместо просто разных отдельных элементов вы пришли к понятию рода на странице 70. И вот можете сто раз считать Гегеля идеалистом, но согласитесь, что понятие род, оно звучит больше материалистически, чем идеалистически. Ну какой род может быть, если речь идёт просто о явлениях сознания, правда? А тут и говорится и о родах человек есть, род человек, все люди означают, во-первых, род человек. Во-вторых, этот же род, его распадение на единичности. И тогда вот эта единичность, расширившись до всякости, положена как такая отрицательность, в которой есть тождественное соотношение с собой. Это же можно сказать, мы вот с вами родные люди. Ну это правильно. Кто будет спорить? Никто не будет спорить. А можно сказать, что все мы представители человеческого рода. То есть вы свою ответственность понимаете, как представители человеческого рода. А вы? А если сказать, а всё, ко мне обращайтесь. Ну давайте кому угодно мы обратимся. Ответственность одинаковая. Все люди, род путём самособирания и образуется. Он не имеет каких-то таких лиц, которые несут ответственность, другие не несут. Это они, вот вы можете их расставлять на разные ступеньки, какой-нибудь лестницы иерархической в государстве. Это другое дело. А ответственность, что если у нас плохое государство, вот, вы ответственность не несёте за это, товарищ Шаусин? Чего у нас такое государство? Ну всё мы несём. Наше государство. Наше в каком смысле? Что в нашей стране. А в том, что в то же время мы знаем, что оно не наше. Это государство сейчас буржуазии. Это государство наших классовых врагов. Поэтому мы не удивляемся, когда оно делает то, что нам не нравится. Странно было бы, если бы государство наших классов врагов начало делать то, что нам нравится. Как это такое-то очень удивительно было. Фантастика. Фантастика. Ну вот. Некоторых удивляется. Да, некоторые удивляются. Даже не фантастика, а с краской. И вот вдруг, среди этих всех суждений, вот, это понятие рода разбирается обстоятельно, от страницы 72-я. Поэтому они соединяются не просто так, внешним образом, а через внутреннюю природу. Это соотношение необходимости. То, что присуще всем единичным вещам какого-нибудь рода, в силу их природы, присуще роду. Вот как. И тогда уже мы совсем по-другому смотрим на суждения, когда речь идет о родах и видах. Вот тогда мы можем говорить о суждениях, которые затрагивают виды одного и того же рода. А можем переходить к другому роду. И так далее. И различать. Вот в категорическом суждении мы различаем, что сказать «роза красна» и «роза есть растение». То есть вот «роза есть растение» — это тянет на категорическое суждение. А «роза красна» — это внешние какие-то признаки. Что тут категорического? Что вы высказываете категорическое? Но и после категорическое суждение, лишь через эту необходимость его непосредственного бытия, впервые делается соответственно своей объективной всеобщенности. Оно переходит в гипотетическое суждение. Если есть это, то есть то. Или в разделительное. А есть или Б, или С. Но коровы бывают рогатые, и камулы, и безругие. Или так, или так. И все на этом. Можно закончить. А можно, если мы просто будем цвета, так сказать, и раскраску корову, то это, говорит, мало нам какой-то информации даст. И вот дошли мы с вами до осуждения о понятии. И оно предшествует тому, что является предметом нашего занятия сегодня. Чему? Переходовому заключению. И вот, значит, давайте по ним пройдем. То есть это мы стоим на той ступеньке лестницы, с которой хотим подняться выше. Правильно? И вот там говорится, что если вещь о суждении и понятии, то в суждении необходимости предмет, правда, выступает в своей объективной всеобщенности. Однако лишь в суждении, которое нам теперь предстоит рассмотреть, имеется соотношение предмета с понятием. Вот. Вот что выдвигается, когда мы доходим до суждения понятия. А что такое соотношение предмета с понятием? Что это такое? Соответствие. А? Соответствие. Нет, это истина. Истина. Это вопрос об истине пошел. Вот в чем дело. До этого было, можно сказать, три подня. Так можно было сказать, так сказать, так сказать. И надо классифицировать, делить. Это категорическое. Это такое, это сякое. А это в суждении понятия. Здесь пошла речь об истине. Соотношение предмета с понятием. Поэтому лишь такое суждение впервые содержит в себе истинную оценку. Предикаты хорошей, дубной, истинной, прекрасной, правильной и так далее служат выражением того, что к вещи прикладывается масштаб ее всеобщего понятия. Как безоговорочно предположено должен в своем плане, что она соответствует ему или не соответствует. Вот когда мы что-нибудь говорим такое, которое показывает или говорит о несоответствии или соответствии понятию, вот тогда речь идет о суждении понятия. А если этого мерила нет, то это просто высказывание. Ну высказывать, ведь каждый человек может наговорить сколько угодно. И все, что он до этого договорил сколько угодно, вот Гегель до буквы «Д» дошел. И только в букве «Д» пошла речь об истинных понятиях, об истине, о суждениях, которые связаны с истиной. Но суждение понятия получило название суждения модальности. Почему? Потому что модальности это связано с каким-то донослованием. Согласно этому взгляду, проблематическое суждение состоит в признании утверждения или отрицания произвольным или возможным. Ассорторическое суждение состоит в признании утверждения или отрицания истинным, то есть действительным. Апотектическое – в признании этого утверждения или отрицания необходимым. Вот смотрите, по каким ступенькам мы тут начинаем двигаться. есть проблематическое. Оно или... Возможно. Возможно, это так. То есть, мы не знаем. Ассерторическое в признании, утверждения или отрицания истины. Это утверждение истины. То есть, здесь свидетельным. Но истина это истина, а вот аподектическое в признании этого утверждения или отрицания необходимым. Не то, что оно такое, но оно может быть такое. Вот человек, да, такой есть. А он стал таким, каким надо? Не стал. Или вещь стала такой, какой она должна стать. Если мы обрабатываем какую-нибудь заготовку и хотим получить результат. Но она есть, есть, да. Но она необходима или просто вот есть. Здесь всуждение снова выступает и входит в отношение к некоторой непосредственной действительности понятие. Вот вам и, собственно говоря, субъективность. Уже мы подходим к понятию истины. Или это вот соответствует действительности того, что мы говорим? Или несоответственно? Если несоответствие действительности, это не истины. Соответствие действительности, это, да, истины. Но вот к этому Мерилу он пришел когда? Когда он перебрал все возможные другие способы. То есть он пришел, так сказать, разобрал все валяющиеся в языке разные виды суждений и, наконец, выбрал такое, которое связано с познанием истины. А до этого можно, знаете, как есть люди, они могут разглагольствовать бесконечно. Их не остановишь. И ничего не сказать по-серьезному. А тут вот нельзя смешивать это субъективное с внешней рефлексией. Которое, конечно, тоже есть нечто субъективное, но в другом смысле, чем само понятие. Последнее, каким оно снова выступает из разделительного суждения, есть, скорее, нечто противоположное простому виду и способу. Вот. И вот уже в ассортовическом суждении, то есть мы вот пробежали, значит, он говорит о проблематическом суждении, когда оно возможно только, или произвольным, или возможным. А уже дальше в ассортовическом суждении понятий сперва, говорится, что сперва оно непосредственно, взятое таким образом, оно и есть ассортовическое суждение. Субъект есть некоторое конкретное, единичное вообще. Придекант же выражает последнее как соотношение его действительности, определенности или характера с его понятием. «Этот дом плох, это действие хорошо». Ну и как доказывать? А никак. Когда если идет о суждении, никак это и не доказывается, это высказывается. Но, по крайней мере, это все-таки осуждение, которое увязывается с соотношением того, что есть, с действительностью и с необходимостью. Поэтому суждение пока что лишь сверторично. По рукой его верности служит некоторое субъективное уверение. Как иногда люди говорят, заверяю вас, что то, что я говорю, чистая правда. А почему? Что значит заверяю? А чем ты это заверяешь? Ну как чем? Посмотрите на меня. Я вас заверяю, это чистая правда. Хотите, громче скажу. Больше ничего нету другого. Где-то я читал, как говорят истины, что вот так, поверьте мне на слово. Да, поверьте мне на слово. Но если вы мне не верите на слово, я от вас пойду других искать лохов. Поэтому уверение на сверторическое осуждение противостоит с таким же правом, противоположное уверение. Я вас уверяю, что это вот так. А я могу при этом сказать, а я вас уверяю, что это не так. И с таким же правом. То есть сверторическое осуждение существует, оно важное такое. Их высказывают же, надо же их классифицировать. Вот классифицировать. А есть проблематическое осуждение. Это уже вид сверторического осуждения. Проблематическое осуждение, сверторическое осуждение, поскольку последнее должно быть взято и как положительное, и как отрицательное. Вот когда вы говорите не просто, что оно вот такое, что земля круглая. Говорите, Земля круглая и квадратная, или квадратная, одно из двух. Это уже проблематическое суждение. Вы выбирайте, что вам больше нравится. Мне больше нравится квадратная, потому что я больше скачусь с этой, с круглой поверхности. А тут я на квадратном, на кубическом могу чувствовать себя вполне устойчиво. Вот и все. Никакого доказательства нет. Содержанием предиката служит соотношение субъекта с понятием. Здесь, стало быть, имеется на лицо самоё определение непосредственно как чего-то случайного. То есть проблематическое суждение, ну помните, как говорили, как яхта называется? Или вера, или надя вельба, которая плавает. Точно, или вера, или надя вельба. Так какая? Нельзя сказать, дом или некоторый дом хорош, а следует прибавить. Смотря по тому, каков его характер. Вот мы уже дальше пошли. Видите, как туда дошли? До характера. А в итоге-то мы так и не определили, дом хорош или нет. Дом или некоторый дом хорош. И мы прибавим, что смотря по тому, каков его характер, это какой-то совет вам. Идите, определите характер дома, а тогда и узнаете, хорош он или нет. А пока вы можете такое умное сказать. Дом хорош или плох, смотря по тому, каков его характер. Видите, какая мысль какая глубокая заложена. И я не знаю, какой у него характер. Вы не знаете, какой у него характер. Но мы знаем, что он хорош или плох, смотря по тому, какой у него характер. То есть мы большие знатоки. Стало быть, сам субъект дифференцируется на свою всеобщность или объективную природу, на свое должностование и на особенный характер наличного бытия. А как этот узнать характер, это вы в этом астротовическом суждении не узнаете. Понятия пишет вот здесь же, в этом разделчике Гегель. Можно сделать еще то замечание, что каждый из двух сторон субъекта, его понятие и его характер могла бы быть названа его субъективностью. Каждая могла бы быть названа его субъективностью. Понятие есть ушедшее внутрь себя всеобщая сущность какой-нибудь вещи. Вот обратите внимание на это утверждение. А это утверждение гениальное. Вот мы так шли, 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 шли. И вот написано, понятие есть ушедшее внутрь себя всеобщая сущность какой-нибудь вещи. Так мы понятие как рассматриваем? Только то, что в голове, или сущность вещи? А почему мы так рассматриваем? Могу объяснить. Потому что мы с вами уже столько прошли, что можем на это обратить внимание. Мы с вами учение бытии рассматривали? Рассматривали. Потом мы рассматривали сущность, которая есть отрицание бытия. А потом мы стали рассматривать, что само отрицание сущности, и, следовательно, уже понятие, как отрицание сущности. Это второе отрицание. А при втором отрицании мы возвращаемся к чему? К бытию. И поэтому, несмотря на то, что здесь назвал это всё Гегель субъективностью, вот тут мы с ним разошлись. Ничего себе субъективность. Когда понятие на самом деле... И вот он тут... Или как иногда Ленин говорит, вот в уши вылезли идеалисты, а вот здесь вылез ум материалист. Потому что понятие есть, ушедшее внутрь себя, всеобщая сущность, какой-нибудь вещи. То есть если мы не просто берём поверхность этого явления, а если мы, в соответствии с тем, что мы находимся на таком уровне, когда мы отрицаем отрицание, то мы отрицаем в верхнюю поверхность все это явление, и даже действительно идём ко всеобщей сущности вещи, а не к тому, что у нас в голове. А то, что у нас в голове, желательно, чтобы оно отражало всеобщую сущность вещи. Это другая задача. Мы это тоже будем обсуждать. Там же впереди есть и телеология, и цель. А впереди у Гегеля, там, у него как бы предполагалось, что раз, и он сейчас перейдёт к чему? К материальному, и сейчас будет после этой субъективности. Сейчас начнётся. А что начнётся там? Там цель и хоббиология, а потом уже чумизм, механизм, химизм. Начнётся объективность. Так объективность вот она уже. Объективность уже здесь. А мы с вами с самого начала брали объективность и действовали правильно, потому что мы понимаем, что отрицание и отрицание даёт нам возвращение к бытию. Но уже к какому бытию? Которое выступает как понятие. А раз понятие, значит, надо понимать его двояко. И как внутреннюю сущность вещи, и отражение этой внутренней сущности вещи или всёобщего в голове человека. А вроде мы тут не так много и прошли сейчас. Раз, два, три. И вот на бриллину такой. Это вот то, что можно считать бриллиантом. Ну, действительно, возьмите даже такой простой пример, как яблоко. Мы его разбирали, как говорили, о всёобщем особенном единичном. Ну, понятно, что вот я в руках держу яблоко, это единичный. Так? Ну, у него какой-то есть вид. Ну, это Антоновка. Ну, Антоновка – это яблоко. Яблоко, а яблоко? А яблоко – это всеобщая сущность чего? Да, всех яблок. Какие только есть. А у нас вместо того, чтобы брать всеобщую сущность, сейчас наоборот. Прямо на поверхности уже теперь она вышла, всеобщая сущность. Если вы зайдёте сейчас в сетевой магазин, там написано. Красные яблоки, жёлтые яблоки, свежие яблоки. Сезонные. Сезонные яблоки. Сезонные ещё есть. Или Антоновку берут как всеобщая. Ну, я, так сказать, родом из тех краёв, где Антоновка растится, с Тамбовской области. И вот я смотрю, ну, туда ничего общего с Антоновкой не написано. Антоновка продают. Вам что нужно, Антоновка? Да, у нас Антоновка. Вам что нужно? Караси? Вот эти рыбы, которые здесь у нас, которые выловлены в Карском море. Это караси, да, берите. Караси? Ну, вот это вот надо не пропустить. Это страница 82. Это очень важно, потому что иначе получалось, что мы ушли от объективности, которая была у нас. Она пропала. Она не пропала. Она в обучении понятий, как бы два движения. С одной стороны, углубление внутрь, так сказать, бытия, внутренняя сущность какой-нибудь вещи. Всеобщая сущность какой-нибудь вещи. Всеобщая сущность, а не какая-нибудь частная сущность, отдельная. А всеобщая сущность вещи, потому что это вещи какого-то рода. А у них есть всеобщая сущность. Ну, и вот это должен отразить человек в своем понятии, уже как субъективном, как отражение. А чтобы говорить о нем, надо говорить о жизни, о механизме, химизме, о жизни, о человеке. А мы так и наметили такой план. Мы так это дело и изучали. Мы поняли, в чем замысел товарища Гегеля. Значит, все построить. Дескать, мы дойдем до идеализма. А когда он дошел до идеализма, тут немножко, если переставишь, получается материализм. Поэтому Ленин написал, я вообще-то читаю Гегеля материалистически. Ну, Гегеля можно читать материалистически. А вот какие-нибудь безграмотные есть произведения философские, их никак нельзя читать материалистически, потому что это субъективный бред какой-то. Никакого отношения в действительности не имеешь. Что хотел человек сказать? Может, он хотел степень получить, может, деньги получить. И еще, может, известность получить на скандале на каком-то. Мало ли чего. Но вещь по существу также и случайная, имеет некоторый внешний характер. Вот вещь-то имеет, а вот понятие, если ушедшее внутрь себя, всеобщая сущность какой-нибудь вещи. Не сущность это и только вещи, а всеобщая сущность какой-нибудь вещи. Раз всеобщая, надо не просто сущность взять, а для других вещей такого рода является сущность. И вот, наконец, мы добираемся до аподектического суждения. Казалось бы, ну, самая такая вершина. Шли, 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 и уже забудешь, какие были перед этим названия, и как они эти суждения проявляли себя. И вот, всего-то нам и пример дается аподектического суждения. Дом, устроенный так-то и так-то, хорош. Ну, наконец-то. А то дом хорош, дом плох, очень хорош, смотря по тому, как он устроен. То есть, все вот предыдущие эти суждения, которые мы, конечно, уважаем, и которые мы изучали, и посвятили несколько занятий, но мы должны понимать, что это всё подход. Потому что, если вы не можете сказать, какой же он хорош, как он должен быть устроен, чтобы был хорошим, или поступок, носящий такой-то и такой-то характер, справедлив. Ну, а если вы это не просто сказали, поступок справедлив, это просто вы выпаливаете суждение, о котором нет никакого обоснования, и нет основания, и оно не аподектическое. А это аподектическое. То есть, аподектическое, в котором не просто что-то заявляется, а тут же, в этом же суждении, и указывается, на каком основании делается оценка. Тут есть и оценка, хорош или плохо, но есть и основания этой оценки, устроенные так-то и так-то. А дом, устроенный не так, не хорош. Дом без окон, без дверей, не хорош. Это аподектическое суждение. Всеобщее – это то, чем он должен быть. Всеобщее. Должен быть. Это мы не человеку говорим, чем он должен быть, а должностование мы же рассмотрели где? Должностование в свое время. В учении о сущности, правильно? Должностование. Быть тем, что оно не есть. Выход за свой предел. Даже в учении о бытии мы рассматривали. Пределы должностования. Вспомните, пределы за границей, которые переходят, а выход за эту границу называется должностованием. А куда вы выходите за границу? Так выходили, выходили, пока не пришли к сущности. То есть сначала мы выходили, и получилась дурная бесконечность. Потом мы разобрали, что такое истинная бесконечность. Когда целая – это бесконечность, у нее нет никаких границ. Но есть граница, которая в бесконечном выделяет конечное. Вот у конечной есть граница, а у бесконечного нет. Ну так написано бесконечное. Что тут непонятно? Ну что тут так прямо и написано – бесконечное. Нет никакой границы. Потому что граница – это конец. Это суждение теперь истинно. Истинно объективно. Или иначе говоря, оно есть и истинно суждение вообще. Вот что написано на странице 83. Если вы скажете, что мы это не проходили, это будет неправильно. Мы это проходили. Но слово «проходили» содержит в себе что? Отрицание. Что мы проходили мимо. И даже наступили, но не заметили. И даже столкнулись, отмахнулись и пошли дальше. Нам же нужно вперед идти. Ну вперед-то мы понимаем, как движение вглубь. Движение к истине. Правильно? А тут, вот после 1, 2, 3, 4 прочтения, видишь, вот тут русским по-белому прямо сказано то, что вы никак не скажете, что это непонятно. Чего ж тут непонятно? Дом устроен и так-то, и так-то хорош. Слушай, вот товарищ Назаров, вам что-нибудь тут непонятно? Все понятно. Все понятно. Вот пусть кто-нибудь скажет, что гегелевские мысли вам непонятны. Как непонятны? Когда вот написано, и прямо все совершенно понятно. Есть кто-нибудь, кому непонятно, что дом построен как-то и как-то хорош? А дом без крыши – плохо. Будет спорить кто-нибудь? Будет спорить с этим, нет? Ну это тоже, это же тоже аподектическое суждение. Дом, в котором сорвало крышу. Плох. Ну когда вы ее почините, будет хорош. А он мне отвечает всеобщей природе этой вещи. Дом, для житья, для того, чтобы жить в нем, а не для того, чтобы тебя поливало водой, дождем и посыпало снегом. Вовсе не для этого он делается. Вот это суждение теперь истинно. Истинно для того, чтобы вот мы могли заметить, потому что мы же в кружке, мы внимательно смотрим, но можем не заметить. Для нас, чтобы мы такие внимательные заметили, все-таки сделали курсивом. Истинно. Не все у нас. Вот и Ленин делает курсивом. Вот, например, когда он пишет о цели производства при социализме, он – обеспечение полного благосостояния, свободного, всестороннего развития всех членов общества курсивом. Ничего, несмотря на то, что курсивом, он говорит – у нас все для личности. Хочется найти эту личность. Для кого это все делается? Все для личности. Личность превыше всего. Все понятно. Есть такое. Так может, это про царя? Да? Все для обеспечения полного благосостояния личности. А кто не хочет? А? А кто не хочет? А кто не хочет? Не хочет. Есть личность, а вы не личность, вы никто с точки зрения царизма. Правильно? У вас есть? Вы какого рода? Знатного или незнатного? Пролетарского. Пролетарского. Проходи. Пролетай. Пролетария. Пролетария всех стран. Пролетайте. Так. Так вот, субъект и предикат соответствуют друг другу и имеют одно и то же содержание. Вот тут что получилось. Дом хорош, а тут предикаты устроены и так-то, и так-то. Поэтому одно и то же содержание. И это содержание, опять содержание курсивом, само есть положенная, конкретная всеобщность. То есть, говорите конкретно. Вы дайте конкретную всеобщность, тогда да, с вами согласятся. Или род. И о-единичен-но-е. Что значит единичен-ное? Что оно единичное выражает всеобщее. Вот это о-единичен-ное. Вроде какой-то вот он интересное, так сказать, слово тут смастерил. Но о-единичен-ное выражает, и все сразу поняли смысл. Тут сразу дружно товарищи члены кружка среагировали. А единичен-ное, то есть оно единичное, ну и всего. Ну, как вот такой вид, который соответствует роду. Роду. Здесь имеется, следовательно, такое всеобщее, которое есть оно само, и продолжается непрерывно через свою противоположность. И лишь как единство с последней оно и есть всеобщее. Вот как. То есть никаким его отрицанием не сшибешь простым. А ну, потому что через свою противоположность. Ну, потому что дом так не устроен и так-то, и так-то. Нехорош. Можно и так сказать. Не дом. Нет, не хорош. Что значит, не дом? Мы его построили, мы за это деньги получили, а вы тут выступаете. Вы максимум, что можете сказать, что он не хорош. А мы построили дом, вам не нравится просто. Потому что вы не уважаете наш труд. Труд на самом деле строите? Вот. В общем, мы деньги от вас за строительство дома получили, поэтому дом для нас хорош. А как вы там будете в нем жить, это нас, честно говоря, в условиях товарного хозяйства абсолютно не волнует. Это ваша потребительная стоимость, вот и потребляйте. Вы ее получили? Получили. Здесь имеется, следовательно, такое всеобщее, которое есть оно само и продолжается непрерывно через свою противоположность. И лишь как единство с последним оно и есть всеобщее. То есть и так можете взять, и через отрицание можете взять. Если он так не устроен, то нехорош. А вот так устроен и хорош. А то можно было подумать, что дом устроенный так-то и так-то хорош, а дом устроенный, наоборот, тоже хорош. Да? Для птицы, если она сидит на ветвях, есть такие, которые спят прямо на ветхе. Куры спят, между прочим, на нас есть и так. Вот для них хоть так, хоть так. И так хорош. И так хорош. В основании такого всеобщего, как предикаты, хороший, соответственный, правильный и так далее, лежит некоторое долженствование. Вот смотрите, это долженствование, которое мы в учении о бытии узнали, долженствование в чем состоит? Быть тем, что оно не есть. То есть, каждый из членов кружка должен стать великим диалектиком. Это быть тем, что не есть. Ну, никто не будет говорить, что вот великий диалектик. Есть такие? Претендуйте на то, что вы сейчас уже великий диалектик. Я не претендую, например. Когда я какую-нибудь глупость сделаю, меня все засмеют, скажут, что ничего себе. А так, я замешался в ряды. Мы тут сидим кружком, специально тут никто ничего не выделяет. И сидим себе и рассуждаем. В основании такого всеобщего, как предикаты, хороший, соответственный, правильный и так далее, лежит некоторое долженствование. Вместе с тем, оно содержит все соответствия наличного бытия. Не указанное долженствование, или род, сами по себе. А именно это соответствие, есть та всеобщность, которая образует собой предикат аподектического суждения. То есть, предикатом аподектического суждения существует не какая-нибудь там другая вещь, а вот это соответствие. Должно быть соответствие требованием. ГОСТа. Вот для ГОСТа это написано. Все это прямо просится сказать, что это настольная вот эта книга, вот третий том, для тех, кто работает в системе стандартов. Правильно? Должноствование. Вы можете сделать и меньше диаметр, но не более, чем на пять сотых. Можете сделать больше, но не более, чем четыре сотых. А если вы сделаете больше, это брак или меньше брак. Ну, а таких вот результатов, которые были бы абсолютно точными, там с точностью до 13-го знака не бывают. Всегда. Вот нужно сделать вал четырехметровый для корабля. На Балтийском заводе делают. Там вот мне рассказывали, есть один только токарь, который делает вал. То есть, он точит, точит, точит. Три метра в 57-м сантиметре. Он говорит, ну, запорол. Ну, а новый начинает. Если он выдержит точность, чтобы там размер отклонения был маленький, то корабль будет плыть. А на кого будет трясти, вообще не годится. От этого одного вала зависит вообще существование самого корабля. Отсюда и вырослование такое строгое. А как можно получить такую точность? Как может человек добиться? Вот это должностование распространяется на того, кто точит этот вал. И, между прочим, на станок, на котором он точит. Если уже станок старый, расхлябанный, да хоть ты какой бог. Ты ничего там не выточишь с этими требованиями. А надо и станок, или наоборот. Станок отличный, а пришел человек. И говорит, а сейчас, раз, раз, и все, и запорол. Ну, дали ему второй. Второй запорол, дали третий. Это дурная бесконечность. Иди отсюда. Ну, вот и все. И есть такие люди. Они штучные все. В любой стране и в любое время. Так. Оединичное. А? Оединичное. Оединичное. Вот именно. Оединичное. То есть оно всеобщее, но оно оединичное. Вот этот человек может дать всеобщее. А вот этот человек хочет дать всеобщее. Но не может. Но потом может сможет. Но это вот. Субъект равным образом содержит в себе оба эти момента. В непосредственном единстве, как вещь. То есть в вещах содержится и то, что она есть, и какой она быть должна. Вот. Это в вещи содержится. Ну, смотри, какая вещь. Ну, если книга, то должны быть здесь буквы. Не, или картинки. А если нет ни букв, ни картинок? То это не книга. Это не книга. Это что-то другое. Это в нее рыба может быть. Кетрадка. А? Кетрадка. Альбом. Альбом, да. Альбом. Субъект равным образом содержит в себе оба эти момента непосредственно единстве, как вещь. Но истина последней состоит в том, что она надломлена внутри себя на свое должностование и свое бытие. То есть абсолютное суждение о всякой действительности. То есть о всякой действительности вы можете давать абсолютное суждение. Какая она должна быть. Какая она не может. По своей суждению. Да, какая не может, должна. Вам должна сломать, а вы все равно свернулись с этой дороги и ушли не туда. Должна быть, да. Будьте бдительны, товарищи. Вот, дальше продолжается. Ну, так понятно написано. Я не знаю, что еще нужно. Что люди хотят. Как надо написать. Абсолютное соотношение друг с другом, должностование и бытие. Страница 83 внизу. Ну, что нужно еще сказать. Вот у нас есть товарищ Мордовин. Он проректор Красного университета. Это полное единство, должностование и бытие. Вот поскольку он полное единство, он пока я тут разговариваю, он мне уже заслал. Для проверки кучу новых произведений. Я от него другого не ожидал. Я знаю, что он человек хороший, но пощады от него не ждит. А почему? Потому что он долженствование и все. Говорит, я уже вчера сидел там, проверял, сегодня сидел. А тут встречаю, говорю, здрасте, здрасте. Он говорит, прибудете еще сидеть, потому что вот тут есть долженствование. Завтра зачет. А от этого товарищ Юрков уехал, чтобы, так сказать, мне такую, так сказать, подложить такую сенью. Он чувствовал, что тут будет много. Вот пускай, пускай позанимается товарищ. Так, вот это обстоятельство, абсолютное соотношение друг с другом, это обстоятельство и делает действительно некоторые вещи. Вы, наверное, вещи ведь не называете какой-то кусок глины? Вот эта вещь, вещи вы называете чемодан, вещь. То, что в нем надо что-то носить, сумочка. Так, микрофон. Если он не полезен, то его не будет. Есть анекдот даже такой. Берите свои три любимые вещи, мужчина спрашивает. А бред, телевизор, жена. Подождите, жена это же не вещь. Конечно, не вещь. Вот машина. А вот видите, тут Гегель-то раскрывает это. Почему? Потому что единство. Абсолютное соотношение друг с другом, долженствование и бытие. Вот раньше я читал это место, когда первый раз. Я только с ужасом это читал. И никакого другого чувства у меня это не вызывало. Это же просто удовольствие тут читать. Ну, красота. Где вы найдете такое интересное чтение? Нигде не найдете. Поэтому у нас и кружок теперь смотрят. Все посмотрят и смотрят. Да что вы там смотрите? Что такого вы высматриваете? Так там хоть можно... А потому что вы вычитываете. А мы вычитываем то, что так просто. Можно пропустить. И все. Переход от непосредственной простоты вещи к соответствию. Которое есть определенное соотношение ее должностования с ее бытием. Или, иначе говоря, связка. Оказывается, при более близком рассмотрении содержащемся в особенной определенности вещи. Вот. Вот видите как? Переход от непосредственной простоты вещи. Вот просто лежит вещь. Вы, так сказать, вот... Соответственно, а вещь оказалась минной. Она может взорваться через пять минут. Пока вы переходите ее, надо, кстати, ноги в руки и убегать. Или, иначе говоря, связка. Оказывается, при более близком рассмотрении содержащемся в особенной определенности вещи. То есть, вещь это не любой кусок материи. Правильно? Никак. То есть, тут вещь раскрывается как отдельная категория. Если раньше о вещи, так сказать, просто говорилось. Вот вы говорите, полезная вещь. А вредная вещь тоже вещь. И кому-то полезная, кстати. Кому-то полезная. Яд. Очень полезная вещь. Конечно, да. Вот сейчас бы яд такой, который поубивал бы весь коронавирус. Случайно я сегодня услышал, что какой-то коронавирус самоликвидировался уже. Молодец. Это полезная вещь. Один из штабов уже, да? Самоликвидировался. Надоела ему эта история. Пока они там собираются всех вакцинировать. И самоликвидировался. А другие говорят, нет, мы пойдем все равно вперед. Но это не полезная вещь. Так. Или иначе говоря, связка оказывается при более близком рассмотрении, содержащемся в особенной определенности вещи. То есть вот при более близком рассмотрении. Уже ближе я вот так уже рассмотрю. И вот тогда вижу уже. А вот далеко вот так. Все смотрите там. А вот при более близком рассмотрении вы видите. Особенно когда вот выйдет запись. И когда вот прямо на экране подойдете, и там будет очень близкое рассмотрение, тогда мы хорошо это увидим. И тут, куда мы сразу попали? Род. Род есть в себе и для себя сущее и всеобщее. В себе и для себя сущее и всеобщее. То есть в себе и для себя. Для себя это оно бесконечное. Как бесконечное, да? Всеобщее, которое постольку представляется несоотнесенным. Определенность же есть то, что в этой всеобщности рефлектирует себя в себя. Но вместе с тем и в некоторое другое. То есть может быть такое, а может не такое. Вот если такое, то это вот такая вещь. Суждение имеет поэтому свое основание в характере субъекта, и благодаря этому аподектично. Аподектично. То есть в характере субъекта оно имеет свое обоснование. То есть надо высказываться не то, не по принципу, что мне в голову придет, а по принципу, что вы наблюдаете в этой вещи. Но в этой вещи вы должны наблюдать не только, что она есть как единичная, а что в ней есть как должностнование. Ну вот женскую кофточку не надо надевать на мужской торс, потому что она не соответствует. Божествование. А если холодно? Знаете, в внешнем мире, трансгендеры и прочее. Вот я чувствую, что мы к этому и подойдем. Сейчас, говорит, наоборот все. Но если, говорит, вы трансгендер, то это вот как раз соответствует. Тогда так и одевайтесь. Тем самым отныне, смотрите как, отныне, то есть вот с этого места и дальше. Отныне. Вот человек, если прочитал, это вот если он заметил, обратил внимание, отныне имеется на лицо определенная и наполненная связка. Определенная и наполненная связка. Уже тут не просто есть, а тут там основание требуется. Она наполнена этим соответствием. Связка, которая раньше состояла в абстрактном, есть. Теперь же развелась далее в основании вообще. То есть это вот не пустое есть. Роза есть растение. Роза есть не простое растение, а роза – это такое растение, которое имеет такие-то цветки и так далее. Она выступает, прежде всего, как непосредственная определенность в субъекте, но есть равным образом и соотношение с предикатом, который не имеет никакого другого содержания, кроме самого этого соответствия, или соотношение субъекта с чем? С всеобщностью. И вот то, что мы с вами говорили о том, с чего мы начинали вообще вот это учение о понятии единичного, особенного и всеобщего. И мы, они, во-первых, это не три каких-то разных предмета, это не три совершенно разных понятия, это на самом деле одно. А что одно? А вот одно, оно выступает и как? Отец-сын, и отец. И как? Святой Дух. Отец-сын, отец и Святой Дух. Бог-сын, Бог-отец, и Бог-святой Дух. Вот вам три ипостаси. И тут три ипостаси. Так. Никакого другого содержания, кроме самого этого соответствия, или соотношения субъекта с всеобщностью. То есть, как бы развилась эта форма, форма суждения развилась. Таким образом, а что говорит Генгель на странице 84, таким образом форма суждения исчезла. То есть, если вы так его развили, что в нем такие стали богатства, оно уже не суждение, потому что у него уже есть связка, дополнена этим соответствием. И содержание у него как раз в этом соответствии тому, чем оно должно быть. Поэтому у вас не просто рассказывают, что это дом. Ну, вот сказали. А вот тот дом, который так-то и так-то устроен. Хороший. Вот. То есть, тут есть мерило, тут есть, так сказать, устройство, то есть, определенность. Есть определенность, есть мерило, и есть соответствие. Или несоответствие тому требованию, то есть, должностованию, какой он должен быть. Дом должен быть такой, какой он должен быть. А если он не такой, какой он должен быть, он вообще говоря... Не дом. Не дом. Или не соответствует своему понятию. Можно так сказать. То есть, дурной дом. Дурдом. Сокращенно. Таким образом, форма суждения исчезла. Во-первых, потому что субъект и предикат сущего в себе одно и то же содержание. Ну, раз до того, они уже соответствуют. Что стали они одно и то же содержание. Дом это и есть, в общем, такое здание, которое вот так-то и так-то устроено. Должно быть. Должно быть так-то и так-то устроено. Во-вторых же, потому что субъект через свою определенность указывает дальше себя и соотносит себя с предикатом. Но это соотнесение перешло вместе с тем в третьих в предикат. Составляет лишь его содержание. Есть, таким образом, положенное соотношение или само суждение. А положенное, значит, оно должно быть взято вместе со своим отрицанием. Непременно. Если оно не берется, то оно не положенное. Положенность – это значит, где мы впервые столкнулись с таким понятием? Учение о сущности. А? Положенность. А где там бытие? Положенность. Перед определением, там, два абзаца раньше. Ну, вот он вообще говорит на будущее, надо различать между тем, что есть, и тем, что положено. А заниматься он будет в учении об эти тем, что есть. А тем, что положено, будет заниматься во второй книге «Учение о сущности». А различать надо с самого начала. Но главное внимание к тому, что есть. Займитесь тем, что есть. А вы уже хотите заниматься положенностью, но сначала разберитесь тем, что есть. Когда вы разберётесь, давайте займёмся тем, что положено. Это учение о сущности. А там же, например, утверждение есть только как отрицание и отрицание. Потому что сама сфера сущности – это сфера отрицания бытия. Таким образом, конкретное творчество понятия, бывшее результатом разделительного суждения и составляющее внутреннюю основу. Разделительное суждение, когда мы, собственно говоря, все перебрали все виды какого-то рода. Правильно? И это всё сделали как отдельное суждение. И составляющее внутреннюю основу суждения понятия теперь установлено в целом. Тогда как вначале оно было положено лишь предикатии. И вот рассматривая ближе положительную сторону этого результата. То есть, видите, вот вы сделали какой-то результат, получили, не убегайте дальше, не идите за другим результатом. Рассмотрите ближе, что вы получили. Потому что в том, что вы получили, вы найдёте дальнейшую дорожку вперёд. Образующего переход суждения в некоторую другую форму. Мы находим, что субъекты предиката выступают в апатектическом суждении, как мы видели, каждый в отдельности, как целое понятие. Ну, дом или устроен и так-то, и так-то. Хорош. И это и так он дом, и так он дом. Ты хоть раскройте, как он должен быть устроен, а можете и не раскрывать. Дом хорош? Хорошо. А дом, устроенный и так-то, и так-то хорош? Ещё лучше. И каждый из них так целое понятие. То есть, то, что было бы одной какой-нибудь стороной, оно теперь является целым. Но целое, мы знаем, связано с... Это ведь на иностранном русском языке это тотал. В общем, опять пришли мы к тоталитаризму с вами. То есть, без того, чтобы рассматривать целое, никуда не пройдёшь. Потому что только... И виды это целое, и рот это целое. Правильно? И для движения вперёд, движение вперёд, это движение от целого к целому. Ну, а развитие ребёнка. Вот он маленький, но он целый. А вот ему уже три года, он опять целый. А вот в школу ходит, он целый. А он закончил школу, опять он целый. Закончил свою работу, пенсионером стал. Вот он целый теперь. И всё время движение от целого к целому. А, как правило, люди, которые с этим не знакомы, они от этого брёвна к этому брёвну, от этого толчка к этому толчку и так далее. Субъект и предикант выступают в аполитическом суждении, как мы видели, каждый в отдельности, как целое понятие. Единство понятия, как определённость, составляющая, соотносящая их связку, вместе с тем, отлично от них. То есть оно и отличное от них, а тоже составляет их связку. Ближайшим образом эта определённость стоит лишь на другой стороне субъекта, как его непосредственный характер. Но так как она есть по существу соотносящая, то она есть не только такой непосредственный характер, но и проходящая сквозь субъект, и предикант, и всеобщие. Кто она? Определённость. Одна определённость проходит и субъект, и через предикат, и представляет собой всеобщее. Объединяет субъект, и предикат, и все... А им не надо объединять, они и так едины. Почему-то оно и объединяет. Вот он проходит через них. Они едины, они неразделимы. В то время как субъект и предикат имеют одно и то же содержание, тоже выделено, через эту определённость напротив положено соотношение по форме, определённость в виде некоторого всеобщего или особенность. Таким образом, она содержит в себе оба формальных определения крайних терминов, и есть определённое соотношение объекта и предиката. Она есть наполненная или содержательная связка суждения. Вот эта связка суждения, в ней вот сидит теперь всё содержание, которое мы здесь... Как оно вместе с собой несёт и поднимает с собой всё выше и выше содержание. Единство понятия. Вновь выступившее из суждения, в крайних терминах которого оно было утрачиво. Через это наполнение связки суждение стало умозаключением. Умозаключением. Но поскольку у нас объявлено, в программе, что у нас переход, как Сергей Викторович спросил, как назвать. Переход суждения в умозаключение. Вот через это наполнение связка суждения стало умозаключением, но надо вперёд несколько слов и о умозаключении сказать, иначе нет перехода. Умозаключение оказалось, первая строчка, прямо вот, когда название, третья глава умозаключения, умозаключение оказалось восстановлением понятия в суждении. В суждении. Восстановлением понятия в суждении. То есть, а понятие это, как известно, соответствие объекта. В соответствии, вещи понятия или понятия вещей. Так и так. Стало быть, единством и истиной их обоих. Понятие, как таковое, держит свои моменты снятыми в единстве. В суждении это единство есть нечто внутреннее, или что то же самое, нечто внешнее. Вот вас это не избивает, он повторяет это везде. Как это говорит о внутреннем, так и о внешнем. Как это говорит о внешнем, так и о внутреннем. А может быть, какое-нибудь внутреннее, которое бы не указывало на внешнее. Вот если речь о внутренних органах, значит, есть, например, нос, который внутренним органом не называется. А если это не внутренние органы, то, значит, есть внутренние. Если я сказал, не внутренние, так на что я указал? На наличие внутреннее. И вот это вот указание, нечто внешнее или внутреннее, то же самое. И моменты, хотя и соотнесены, но положены как самостоятельные крайние термины. В умозаключении определение понятия так же самостоятельное, как и крайние термины суждения. А вместе с тем положено их определённое единство. То есть мы начинаем тогда рассматривать то, что было субъект связки и предыкат, как три суждения, которые образуют умозаключение. Ну как это в природе, деление это бывает, размножается делением. И понятие размножается делением. И у нас уже из суждения получилось умозаключение. Вот что пишется во втором абзаце, вначале. Умозаключение есть таким образом. Полностью положенное понятие. Что значит полностью положенное? То есть взятое не только как утверждение, но и как отрицание, да? С отрицанием и в единстве. Оно поэтому есть разумное. Да, с фернон в теге. Рассудок признаётся способностью определённого понятия, которое фиксирует особой абстракцией и формой всеобщности. Это рассудок. Он выделяет, ограничивает. Даёт возможность вам не смешивать одно, не перепутывайте, пожалуйста. Вот это вот телефон, а это книга, а это бумага, а это стол. Это что? Это вот рассудочное знание. А когда вы говорите, что этот вот стол, за которым мы провели столько занятий по науке и логике, хорош. Мы его увязали с чем? С наукой и логикой. И от неё не отвяжешься. Если будет кто-то протестовать, давайте возьмём видеозаписи и увидим этот стол. И что спорите тогда? Всё, оно ввязано в одно. В разуме же определённые понятия положены в их тотальности. И единстве. Вот она, тотальность опять. Страшный тоталитаризм всё время его где-то у нас окружает. Не можем уйти от него. Единственный детский тоталитаризм. Да. Видимо, Сталин был страшный гигельянец. В разуме, значит, рассудок признаётся способность определённого понятия, которое фиксируется особо, абстракцией. То есть, что такое абстракция? Отделяется от всего, отделяется, абстрагируется, отнять, убрать. Я вот буду, вижу эту книгу, ничего не хочу видеть, ни того, кто сидит тут, ни, так сказать, какие-то предметы рядом не стоят. Я вот тут книгу вижу, всё. А что касается заключения, здесь нельзя, нельзя. Абстрагируйтесь, абстрагируйтесь, пожалуйста. Но ещё и форма всеобщности должна быть. И они должны быть положены как целые. А что целые? А всё целое. Всё целое. Если вот, скажем, вот каждый здесь присутствующий, он член кружка. Правильно? А что значит член кружка? Он включает всё, всё целое. Вы же в кружке? Всё. Вы же не скажете, это я. Что значит я? Вы член кружка. Ну и я. Это вы можете сказать. Это вас возвышает или принижает? Потому что вы все в пиво, вобрали всеобщий. А кружок-то не простой. А изучение Гегеля, науки и логики. Единственное, компендию идеалектики, про которую я им говорил. То есть у вас и Ленин с вами, и Гегель с вами, и диалектика с вами. Вообще надо вас очень уважать, тех, кто здесь присутствует. Я думаю, нас так поднял Гегель, что можно на этом уже остановиться и сказать, что в следующий раз мы будем изучать ему заключение. 14 декабря. В каком? 14 декабря. 14 декабря. А тут ещё вопросы по диалектике можно? Давайте попробуем. Человек, который называл себя Старик и Морин. Вопрос. Уважаемый Михаил Васильевич, как вы считаете, философская пропедевтика писалась для слушающих его курс, ну, видимо, Гегеля. Можно ли нам использовать этот труд для задела перед изучением науки логики? Ну, у вас ошибочная информация. Философская пропедевтика писалась для детей. Находится она в двухтомнике работы разных лет для школьников, чтобы они привыкли к этой терминологии, не шарахались от неё. И больше ничего. То есть изучать по-философской пропедевтике диалектику вообще нельзя. Кроме этого, как известно, Гегель написал науку логики, когда был директором Нюрнбергской гимназии. Вот в это время он и написал эти работы разных лет, их интересно почитать. Кто мыслит абстрактно, там есть вот и о том, как... И вот там же есть философская пропедевтика. А когда он был уже профессором Нюрнбергского университета, и потом ректором одно время, он издал малую логику. Малую логику — это учебник для вузов. Со всеми преимуществами и недостатками, которые имеет учебник для вузов. Читать его полезно, прочитать. Все его прочитывали, Ленин прочитывал. Я, так сказать, тоже это прочитал. Но изучать по нему... Чем отличается этот учебник от большой логики? А тем, что в нём вот эти все переходы, которые тут разжёваны, можно сказать, и то мы на этом застреваем, нам разжёвывают, а мы никак проглотить не можем. То там они вообще не разжёваны. Там, может, он им объяснял на лекциях. Ну, вот это всего один том, он этот самый... Всё содержит маленький такой томик, называется «Логика», «Малая логика». Ну и что вы скажете, про «Малую логику» ни Маркс с Энгельсом ничего особенного не говорили, ни Ленин ничего особенного не говорил. Ну, я присоединяюсь тоже, я её прочитал, конечно. Ничего особенного я не могу про неё говорить. Поэтому не отвлекайтесь от изучения той большой науки логики. Она большая потому, чтобы вам сделать понятнее. А если вы берёте что-нибудь сокращённое, то там уже совсем непонятно. Там просто они, это как Гегель называл, рядоположность. Стоят они именно в таком же порядке, все категории, все расставлены. Вы можете это всё запомнить. Для запоминания это хорошо, чтобы вы, так сказать, привыкли, что вот мы будем двигаться вот от этой категории к этой. Но вы можете ещё по-другому пойти пути. Откройте оглавление вот этого науки логики, там всё есть. Не надо ничего читать. Вот прямо читайте науки логики. А понятия вообще, понятия, всеобщее понятие, особенно понятие единичное. И так всё прочитаете. И всё. В чём проблема? Ещё быстрее, чем в малой логиках. Да? Ещё быстрее. То есть не гонялся бы этот поп за дешевизной. Так, ещё есть вопросы? Остальные люди потянут. Хорошо. Мы ответили на все поступившие вопросы. Потянут. Потянут. Так, ну, я думаю, что всем понятно, что надо продолжать это тихонько читать. И наше движение не только не мешает нашим всем другим делам. И я хочу это высказать лично, так сказать, своё к этому отношение. Потому что для меня вот исключение науки логики явилось, можно сказать, основанием для того, чтобы во всех других областях, которыми я занимался, я получал больший успех, чем другие люди, которые не менее, может быть, более способны, чем я. Ну, потому что вот тут мы берём всеобщее и самое великое. Всего это две книжки есть по философии обобщающих. Это Аристотеля книга, и вот наука логики Гегеля, и всё. Поэтому тут это всё ограничено. Мы уже, видите, тут уже в конце идём. Потом мы никуда не гонимся. Зачем нам это? Торопиться, мы продлеваем удовольствие. И будем так же двигаться. Совершенно спокойно. И нас отсюда никто не гонит. Так что мы занимаемся очень хорошо. Поэтому желаю вам успехов в студировании науки, логики Гегеля. А по работам, вот я прямо предвкушаю, я вот завтра, я таких вот семинаров ещё не проводил, когда столько много правильных ответов. Раньше я всё поправляю, исправляю, говорю, не так, не то, не это. А тут всё то, то даже скучно. Ещё 25. Ну, 25, это нам не надо. Уже на сейчас поправилось. 25. Не угрожайте. Да не, я просто как-то... А вот увидите, завтра я эти все 25. Что нужно как это? Всё не зря. А? Всё не зря. Да, вот надо сказать, продвижение. Некоторые люди, но некоторые хотят вот краткие вещи изложить очень подробно. Я не знаю, зачем. Завтра об этом будет речь. Всё хотят подробно. Ну, что подробно можно сказать о чистом бытии? Ну, что можно подробно сказать? Всё. Зачёт. Нет, человек начинает, пока не договорит такого, за что ему зачёт поставить нельзя. Так. Спасибо. Спасибо. Всё. Спасибо.